Мое мнение, оно основывается только на законодательстве, в соответствии с которым, если мы берем 131-й закон, установлены рамочные законные требования к лицам, замечающим муниципальные выборные должности. Вот все, что в законе перечислено, ни больше, ни меньше транслируется в нашем решении. Я скажу даже больше, если вас интересует вот эта проблематика о том, будут ли доплаты, как вы называете это, пенсиями и т.д., я вам так понимаю, что круг лиц, которые, возможно, будут пользоваться доплатами, сужается в разы и многотро. То есть, если мы раньше говорили о том, что это могут быть лица, которые проработали один год и более на замещающих должностях, то мы теперь будем говорить четко, что право претендовать на данную доплату могут только лица, которые проработали не менее года, на постоянной основе и получили право выхода на, скажем так, пенсию, достигли возраста получения только находясь на этой должности. То есть, представьте себе количество депутатов, которые будут, там, мужчины 65 лет, которые должны проработать, я думаю, один год еще, наверное, до пенсии, и выйти и уволиться в группу РС. То есть, у нас таких депутатов, я не предполагаю, может, если будет, там, это не как, там, мы говорим, там, о трех, там, пяти, десяти человек, то я думаю, сейчас один, может быть, два будет, и все. Сумма, которая указана у нас в размещении, это от пятидесяти, по-моему, если непонятно я не меняю, до три четверти от денежного содержания на постоянной основе депутатов. Какая она будет, она, может быть, и будет, может быть, и не будет, может быть, она будет маленькая, но просто только с нормой порядок. Не больше, не меньше. Большое спасибо. Мы сокращаем претендентов, ну, практически до нуля, вот, и вывозим данную ситуацию, так как она предусмотрена 131-м федеральным законом и уставом муниципального образования города Сарат. Ну, я вот сегодня на, сказал на совещании, то, что в нынешнем составе депутат, которые смогли бы претендовать на это, вот, их практически не будет. Данное принятое решение позволит сэкономить бюджетные средства в дальнейшем за счет того, что вот уменьшается огромное количество претендентов. Ну, я вот сказал там, не знаю, процитировали меня там, не процитировали, но уже цитировали, да? Ну, на мой предварительный взгляд, этих таких претендентов у нас порядка 120, вот. Вот, если взять среднюю, там, доплату, которую установлено в федеральном законодательстве, то эта сумма составит, ну, где-то около, там, 200-300 миллионов рублей. Для бюджета это, конечно, нагрузка колоссальная. То есть, денежные средства мы можем направить, направим в дальнейшем на какие-то другие цели. А сами доплаты, они увеличатся для депутатов? Нет, мы в данном проекте решения не увеличим денежных средств ни на копейку. Наоборот, в процессе принятия будет уменьшение денежных средств. Я еще раз говорю, мы здесь не устанавливаем, не назначаем депутатов, мы приводим в соответствие. То есть, мы, наоборот, сокращаем количество тех, кто может претендовать на эту доплату. Никакого увеличения здесь не проходит вообще, никаким образом. Ну, мы всего лишь приводим, скажем так, эта норма есть в федеральном законодательстве. Наша задача – прописать порядок. Тот порядок, который у нас был установлен, он не соответствует федеральному законодательству. Согласно нему, большое количество может претендовать на эту оплату. Мы людей выводим как раз в минус. Ну, понимаете, да? Ну, а кроме депутатов, кто еще имеет права? У нас глава города, если он попадает под эти критерии, то есть, если он уйдет на пенсию именно с главой города, если проработает определенное количество лет, и если напишет заявление на эту доплату, заявительный характер вносит. Помимо этого, председатель контрольной счетной палаты и все выбранные должности, а там аудитор, у нас, по-моему, заместитель, и избирательная комиссия, там тоже у нас есть такие должности, замещающие муниципальную должность. Что касается депутатов, если вы обратите внимание на слово, депутаты исключено, остались лица, замещающие муниципальную должность в данном проекте решения. То есть, к лицам, замещающие муниципальные должности. Каждый созыв депутата определяет какие-то должности в Думе. В настоящее время это два председателя комиссии, заместитель председателя Думы и рядовой депутат. Это четыре. Но для того, чтобы претендовать на эту выплату, я, допустим, я не могу говорить о других, давайте я о себе скажу. Мне, чтобы претендовать на эту выплату, мне нужно достичь 65-летнего возраста на этой должности, уйти с этой должности на пенсию, проработав не менее года. После этого только я смогу претендовать на эту доплату. Но, на мой взгляд, это нереально, потому что условия, которые поставлены, они мной, во всяком случае, недостижимы. Других депутатов, которые у нас существуют в настоящее время в городской Думе, я не вижу. Если вы видите, скажите.